Здесь будет город-сад. Губернатору Ненецкого округа Юрию Бездудному представили дизайн-проекты строящегося молодежного центра с прилегающей территории и обновленного фасада детского технопарка Кванториум. По задумке проектировщиков, оба объекта должны гармонично вписаться в общий ансамбль Нарьинмара и дополнить его. Подробности далее. И на стене взяла карту. Студентка четвёртого курса социально-гуманитарного колледжа Юлия Власова представляет свой дизайн-проект молодёжного центра. Девушка не просто приняла участие в конкурсе на лучшую проектировку, а победила. Отделку кабинетов, внешний вид коридоров и актового зала жюри оценила высшим баллом. Перед тем, как начать работу, я в том числе проконсультировалась с директором молодёжного центра, посмотрела здание, сделали замеры помещений для того, чтобы можно было сделать 3D-проекцию. Создавать дизайны было не так сложно, как оказалось, потому что у молодёжного центра уже были какие-то представления относительно кабинетов, где-то были использованы брендбуки. Юлия уже создавала проекты, бренды и логотипы. Но исполнение дизайн-проекта молодёжного центра – это первая крупная работа. Девушка старалась учесть все пожелания сотрудников центра, чтобы работать в помещении было максимально комфортно. Впрочем, внешний вид здания тоже обещает быть очень органичным. Самый спортзал, который сейчас стоит, мы его просто приводим в интересный современный вид. Делаем полный апгрейд. Да, полный апгрейд, используя стиль грильято. Кроме того, проектом предусматривается благоустройство, прилегающее к молодёжному центру территории. По задумке проектировщиков, здесь должны появиться зоны отдыха, сцена, площадка для проведения уличных ярмарок, статуя белого медведя и многое другое. По мнению губернатора, главное, на что стоит обратить внимание, чтобы композиция гармонично вписывалась в ансамбль уже существующих объектов. В этом году здесь должна появиться стена памяти. А он может быть поднят как купол. Его всё равно будет в любом случае видно издалека. То есть у него подиум буквально стоит поднять там на 1 метр. То есть мы рассматриваем это всё в комплексе. Мы понимаем, что обязательно должно гармонировать. То есть вот это пространство в любом случае, оно будет связано с памятником. Ещё одной темой для обсуждения стала предстоящая реконструкция фасада детского технопарка «Кванториум». В разработке проекта участие принимали педагоги учреждения. Получилось несколько вариантов и мнения разделились. Мы предлагаем сделать ремонт здания, то есть его привести в порядок, привести много со временем. И сделать его ещё и внешне привлекательным. Чтобы ребята, пробегая, проезжая на велосипеде, видели здание и хотелось сюда обязательно зайти. Резюмируя все представленные презентации проектов, губернатор округа Юрий Бездудный отметил, что при их реализации всё-таки необходимо учитывать мнение жителей региона. Я считаю, что это предложение, это ваше предложение. Обязательно нужно всё это обсудить. Ровно так же, как и если мы будем делать «Кванториум» более современным апгрейд, это надо обсуждать с ребятами. А всё, что касается такой важной зоны, которая находится в центре города, это всё обсуждается жить. Понимаете, да? Идеи хорошие, идеи замечательные. Таким образом, работа по проектировке молодёжного центра и фасада здания «Кванториума» будет продолжена, чтобы учесть все пожелания сторон и жителей города.